Эмоциональный интеллект. Когда-то я делал этот доклад на одной из партнерской конференций. Не совсем в таком виде, но в целом. Но мы уже, наверное, переходим в такую бизнесовую часть от техники, а отходим, возвращаемся к обычному бизнесу. Резкий такой переход. И буквально недавно я в очередной раз общался с партнером, который, на мой взгляд, сделал целый ряд ошибок, отойдя от управления компанией, перестав заниматься продажами, перестав какими-то другими вещами, он приходит и говорит, упали продажи. Я не понимаю, почему. Я не могу заставить вот этих работать. И как вообще? Из-за чего все это происходит? Я много раз отвечал коллегам свою точку зрения на этот вопрос и решил, что все-таки нужно еще раз повторить этот тезис и этот доклад. Мы все знаем с вами термин IQ. Интеллектуальный коэффициент, когда его более-менее научились измерять. Но очень редко говорим про эмоциональный интеллект. Эта история и вообще терминология, появившаяся недавно, она не стала очень популярной просто по одной причине. Никто не научился его измерять. Но что вообще стоит за этим термином? Кстати, вы знаете, кто этот человек? Питерец. Разве не узнаете? Петербуржец. Петербуржец, да. Вадим Митякин, директор компании Галсофт. В этот момент он продает. Он рассказывает какую-то идею. Самое удивительное, что однажды я видел совершенно шедевральную историю, когда в Германии, только встретившись с немцем с одним, они обменялись, у него такой английский, что странно, как они вообще общались. Он рассказал, чем он занимается. Немец говорит, а мне вот нужен такой проект. Через три часа они подписали договор. Я вообще не верил, что это все правда. Но когда ему упали 50 тысяч долларов, там, евро на счет, я понял, что это вообще какая-то мистика. Они только увиделись. И этот немец решил ему поверить. Он сделал этот заказ. Я тогда еще серьезнее отнесся к вопросу, как вообще делаются продажи. Что такое эмоциональный интеллект? Сначала давайте об этом. Его не умея считать, выделили пять уровней. Первое – это знание своих эмоций. То есть вот вы так смотрите на себя и говорите – устал. А люди иногда не понимают этого, да? Или там, я расстроен потому-то, или я рад. Ну, это вообще базовый уровень. Мы, в принципе, более-менее научились с этим разбираться. Кстати, вы знаете, у европейцев есть такие книжечки для детей, которые очень хорошо описывают, что есть эмоции. Второе – это управление своими эмоциями. То есть вы говорите – я устал, я знаю, что с этим сделать. Или вы можете сами себя как-то подкорректировать, взять себя под контроль, когда вы разгневаны. Одним словом, вы умеете контролировать свое эмоциональное состояние. Третье – мотивация для самого себя. Так, я устал, но все равно мне нужно провести там то-то, то-то, то-то. Или я поеду на эту встречу. Ты находишь для себя мотивы, и ты дальше начинаешь действовать. То есть ты не просто управляешь эмоциональным состоянием, находишь соответствующие резоны. А вот дальше два – это вообще очень интересно, и о них, наверное, есть важность говорить отдельно. Это распознавание эмоций других людей. Вот я смотрю в зал, говорю, им нравится продукт. Или там они расстроены, это не то. Очень часто хороший, например, продажник, или человек, у которого эмоциональный интеллект, трубку поднял, там что-то ему рассказывает. Он говорит, а что случилось-то? Он говорит, да нет, все равно. Да я же слышу, что-то не с тобой не так, да? Мы же сколько раз бывало. И вот когда человек прямо по интонации, по каким-то совершенно необсчитываемым вещам, он вдруг говорит, мне кажется, что-то не так. Давай поговорим. Умение распознать эмоции других людей. Ну и давайте так скажем, высший пилотаж. Это умение, в официальной литературе это называется поддерживать взаимоотношения. А я бы назвал это умение управлять эмоциями других людей. То есть люди настолько убедительны, настолько, не знаю, впечатляют своим поведением, энергетикой, по-разному называют, там харизм, еще что-нибудь. Они в итоге контролируют эмоциональное состояние других людей. Они их заряжают, они навстречу их готовят к выводам, как бы к результатам. Странная вещь. Мы не говорим о совершенно неизмеримых вещах, но мы вводим некое понятие вот этого эмоционального интеллекта. Немножко поговорим о нем, если чуть-чуть успеем. Я вот как раз на той презентации рассказывал, что однажды мы затевали создание бизнес-игры для веб-студий. Мы решили, что мы сделаем такой геймплей. Мы даже ее обсчитали. Но это она не так будет выглядеть, но примерно. Мы рассудили так. Да, давайте сделаем сюжет игры. Это директор веб-студии, которому мы даем немного денег на входе. Его задача – заработать новых денег. Нужно научиться грамотно подбирать людей, находить проекты и, в общем, делать из этого бизнес. Вот такое. Мы его реально даже обсчитали в компале «Алавар». Правда, когда счетчик увидели, решили, что не получится сделать нам ее. Ну, может, когда-нибудь. Так вот, несколько принципов. Просто когда мы формулировали эту игру, у нас появился любопытный геймплей. Мы решили так. У вас, как у директора, некие личные качества. Интеллект, эмоциональный интеллект, профессиональные качества, программирование, менеджмент, дизайн. И здесь, как с этим котом Шрёдингера, вы не можете одновременно себе дать все скилзы. Все бы так сразу раз себе, девять по всем категориям, девять по вот этим. Ну, нельзя. Ты должен выбрать высокий IQ или IQ. Сложная дилемма. Или, например, у тебя супер девятка по программированию, но с дизайном ты не дружишь. И вот как-то из этого баланса ты должен будешь находить некую какую-то игру. В общем, директор выбрал. Чаще всего ему как раз дается высокий эмоциональный интеллект и вообще интеллект. И как бы далее он идет на биржу труда. Он покупает людей, нанимает их, выбирая по тем или иным критериям для того, чтобы собрать балансированную команду. То есть он набирает дизайнера там с семерочкой или с девяточкой. Там же цена зависит от уровня. Он набирает программиста с разными уровнями. И иногда поглядывает на IQ. Вот мы там еще спорили, спрятать этот IQ или нет. То есть чтобы приходилось догадываться в процессе или такая случайная композиция. В общем, набрали все это. Для чего все это делается? В итоге идем на биржу проектов и начинаем подбирать себе сайт. Проект, который мы бы хотели выполнить. Заглянуть в проект будет стоить денег. Вот ты заглянул в него. Ну как это у нас всегда? На встрече, да? Ты встретился с клиентом? Списали сто долларов. Вот ты встречаешься с ним и видишь по эмоциональному интеллекту девятка, по программированию девятка, по дизайну девятка. О боже, у меня никого выше шестерки. Я не сделаю. Или вы можете взять и попробовать сделать. Цена-то привлекательная, да? И так вот ты, как директор этой студии, пытаешься сформировать некую композицию. У нас там еще рассуждали мы так, что если, например, очень большое расхождение между профессиональным знанием, до какого-то уровня ты можешь эмоциональным интеллектом протянуть дизайн. То есть, например, тебе нужен очень крутой дизайн, но у тебя дизайн так себе на шестерочку, и ты так круто выступил, что ты сдал проект. Что-то можно компенсировать эмоциональным интеллектом, что-то нельзя. Ну и вот чуть-чуть просто про игру, что там рассуждали, что поговорить уже 100 долларов, чем дальше идут переговоры, тем больше тратится время. Все делалось только для одного, чтобы создать физическое понимание, где вы зарабатываете, а где вы теряете. На профессиональных уровнях зарабатываем, и как только ваш уровень больше, чем уровень проекта, вы зарабатываете и делаете проект легко. Как только уровень отличается, вы начинаете терять, тормозить время. Ну, такие какие-то простые достаточно требования. Где теряем деньги? Длительность переговоров, переговоры вообще. На исполнении проекта, когда наш профессиональный уровень ниже требуемого, можно на фриланс бегать было, подкупить. Но главное, что разница в требованиях. Берем проекты, которые очень денежные, но которые выполнить не можем. Неправильная оценка суммы, плохой менеджмент, фриланс, ну, вот какие-то показатели. Все это вам каждому знакомо, но в игре хотелось подумать над этим. Мы говорили там о том, где мы зарабатываем, в каких местах, где зарабатывает студия. И в итоге из всего того доклада, и сейчас всегда возникает один и тот же вопрос. Как бы цель в игре должна была быть следующей. Каждый из вас должен был ответить на вопрос, в чем его профессиональное призвание в вашей компании. Вы очень сильны в дизайне, в программировании или еще в каком-то. То есть по геймплею в итоге получается, вы не можете быть сильны во всем. Ну, наверное, и в жизни так получается. Вы все равно ответить должны себе на главный вопрос. В чем вы сильны и какую именно главную компетенцию вы продаете. И как раз рассуждая, почему мы вообще говорили об этой части, мы рассуждали, почему про эмоциональном интеллекте. Когда люди выбирают проект, существует огромное количество требований, которые они действительно не могут оценить. Профессиональность, дизайн, программирование. Будет ли вы хорошим менеджером. Много других вещей. Это как с автомобилями. Ну или там, как принять решение, жениться, не жениться, выйти за него замуж или нет. Вот в этой ситуации психика человека принимает только один путь решения. Она принимает не логические решения. Она принимает ощущение эмоционального восприятия. Вот тут как раз в полную работает эмоциональный интеллект. И вот тот самый Митякин, который продавал этому немцу, он сформировал только, он ничего не знал про его другие скилзы. Он сформировал у него только одну главную уверенность. Ему можно доверять. Я не очень точно знаю, что мне этот парень нравится. И я могу ему доверить. Вот нам кажется, что когда вообще в любой продаже сложного технологического решения, все зависит от эмоционального интеллекта продавца. Причем каждый из директоров, вот я как раз тому партнеру отвечал, говорю, все у тебя стало падать только по одной причине. Ты сам перестал продавать. Ты почему-то стал думать, что это простой скилз. Можно просто прийти и просто выступить. Он сказал все те же самые аргументы. Он сказал все твое портфолио и не продал. А ты поехал и продал. И это не подлежит ответу логическому. Это можно сказать только, да потому что он умеет продавать. Или потому что он нравится. Ну и еще один этап, на котором категорически важна ваша роль как продавца, как директоров, как людей с высоким эмоциональным интеллектом. Это сдача проекта. Ну вообще я всегда говорил о том, что это тетрализованное шоу. Его нужно даже построить таким образом. Когда мы еще сайты делали, я всегда эту историю рассказываю. Как мы сдавали проект? Мы обычно по договору рисовали три дизайна. Один всегда получался плохенький, второй более-менее, третий вообще вот такой. Час встречи. Мы приходили и 30 минут аргументируя, рассказывали про первый плохенький дизайн. Прям так вкладывались в него. И у них лица все серели, серели. Они такие, ну им же не нравится реально. Ведь они смотрят на этот проект. Что они там, логику, аргументацию. Он такой, ну хорошо, у нас есть еще один вариант. И мы раз и еще 20 минут рассказываем про второй вариант, который, ну так себе. Уже лица повеселели. Ну его еще не нравится. Но уже так, более-менее. 10 минут до конца встречи. Мы достаем. Ну у нас есть вариант. Наконец-то они говорят. Ну слава богу. И мы уже даже почти не продаем этот дизайн. Просто потому, что он уже нравится. И он подошел к варианту. Я, кстати, однажды упустил этот вариант, когда занимался проектами. Потому что перестал сам ездить на встречи. Я взял, начал приотначивать письмо, скриншоты. Говорит, первый вариант так себе. Второй более-менее. Третий вы наверняка выберете. И завалил два проекта. Потому что нету вот этого эмоционального контакта. Они не верят тебе. Они не верят, что ты работал. Ты сделал все то же самое. Но они тебе не верят. Это немножко, конечно, про другое. Но давайте я каждому из вас, наверное, сейчас просто задам вопрос. Вы можете там посчитать это быстро. Это немножко про эффективность. Слайд жалко было выкидывать. Он всегда всех парализует. Берете оборот в вашей студии за месяц. В голове сейчас ответьте все на этот вопрос. Посчитали? Давайте 2 миллиона рублей. Сколько у вас сотрудников? Посчитали. По чем вы продаете час? Все ответят примерно тысячи-полторы. Тысяча. В итоге перемножили. Вы должны вырабатывать 6 миллионов 600 тысяч в месяц. Ваш оборот 2 миллиона рублей. Посчитайте свой КПД. Реально, прикиньте свой КПД и посмотрите. Это вот просто из этих разговоров с директорами. Всегда это получалось так. Они такие, что-то у меня 15% получается. Возьмите телефон. Там очень просто считается. Берете оборот студии месячный средний. Берете количество сотрудников. Да, все не продать. Рекордсмены под сороковник идут. Посмотрите, какой у вас КПД. И поставьте себе план каждый месяц по проценту добавлять. Глядите, все взлетит по-другому. Ну, такой у нас финал. Вообще, где все остальное? Куда дели это люди? Кто разворовал? И вообще, кто виноват? Кстати, давайте про этот вопрос, про КПД поговорим. У нас сегодня круглый стол будет. Я хочу узнать этих людей, которые… Интересно знать, какой у них КПД. Давай мы их тоже уже заставим рассчитать. Ну, честно так. Миша, поговори с ними до круглого стола. Пусть они КПД свой рассчитают, ладно? Они скорее всего знают. Ладно, в завершении, злоупотребляю временем, две минуты, но удивительно все. Я просто хотел обратить ваше внимание на такую необсчитываемую штуку, как эмоциональный интеллект. На то, что большинство из вас, как директора, обладают высочайшим эмоциональным интеллектом. Вы состоялись и состоялись в вашей компании, потому что вы вызывали доверие, вы общались с этими клиентами, вы продавали. То есть у вас не могут быть все скилзы сильные, вы должны это прекрасно понимать. Вам можно найти тех, кто, например, вам по технике будет хорошо компенсировать. Или если вы чувствуете, что вам не хватает эмоционального интеллекта, поищите тех, кто может делать продажу, кто будет нравиться, вызывать симпатию и сможет контролировать эмоциональное состояние клиента. И тогда КПД вашей компании сильно вырастет. Все. Если есть 2-3 вопроса, я отвечу, и мы перейдем к следующим очень интересным докладам. Как прокачать? Это правильный вопрос, на него есть отличный ответ. Никак. К сожалению, я ни разу в литературе не увидел, что его можно прокачать чуть-чуть. Там есть навыки, кстати. Этому учат Корнеги. Он, собственно, каким-то вот таким вещам, нас каким-то принципам учат. Наверное, можно изменить внутренний взгляд. То есть реализовать потенциал. Как-то так, наверное. Хорошо. А можно возражения? Конечно. Дэниел Голман. «Эмоциональный интеллект в бизнесе». Книжка на 300 страниц. В книжке даются реальные рекомендации о том, как прокачать эмоциональное. Реально, да? Да. Я у тебя перепишу, почитаю. Да, пожалуйста. Я пару книжечек читал по эмоциональному интеллекту. Могу даже прислать. Когда они уходят в глубину лимбической системы, я засыпаю. Там не то, что можно прокачать. Там книжка есть. Можно прочитать. На самом деле, очень многие отдают… Это сегодня очень любопытный объект дискуссии, среди специалистов и тех, кто занимается, может быть, продажами, потому что необычный подход, ну, как бы взгляд не с логической точки зрения. Последний вопрос или все? Говорят, нет вопросов. Все. Спасибо большое, коллеги. Спасибо.